Утро на Болткоме 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 или меньше волнуются? Потому что вроде бы как будто ты не стоишь перед этой экзаменационной комиссией, а как будто бы между тобой экран. Ну, с одной стороны, казалось бы. Насколько сложно оценить не вживую, а в записи или в онлайн-выступление? И не становится ли это конкурсом видеоклипов? У нас конкурс видеоклипов как бы отдельный. Есть номинация, когда можно записать именно клип и именно видео оценивается и запись самой песни. Я думаю, что нет, даже больше волнения, когда если ребенок поет, он спел и он понимает, не понимает, как он спел, что он там спел, а когда он сидит и смотрит свое выступление и сам тут же вместе членами жюри оценивает и сам слышит эти оценки, то мне кажется, что даже больше волнительно. это происходит. Но на самом деле конкурсы онлайн нужны и я даже не ожидала, что так активно начнут развиваться это движение. Проводят конкурсы такие по-разному. Первое, просто присылают организаторам конкурса видео, просто где-то выставляют в Ютубе и члены жюри просматривают сами каждой отдельности и просто выставляют результаты. Мы же делаем это в живом видеоряде. То есть все знают, могут сообщить по всему миру, смотрите меня, я буду выступать вот в такое время. И, конечно, это гораздо все интереснее. И потом конкурсы нужны. Вы знаете, дети уже все устали. Хотя занятия-то не проводятся, только в онлайн-режиме проводятся. И, конечно, это создает определенные трудности, но нужно участвовать, нужно подбадривать детей, чтобы они не совсем упали в уныние и бросили это занятие. Вне всяких сомнений. Так и взрослых нужно тоже поддерживать. Так взрослые у нас тоже есть номинация для взрослых, поэтому взрослые у нас тоже принимают участие. Скажите, а вот насколько важно для может быть для исполнителей или важно вообще для музыкальной индустрии появление новых талантов, то, что вот этот конвейер, который производит, зажигает новые звездочки, чтобы он не останавливался, чтобы мы вдруг не оказались в ситуации, если там несколько лет не будет проводиться этих конкурсов, что вот нету новых имен, какой-то застой как будто бы происходит. Я думаю, что прежде всего конкурс эти проводятся не только для того, чтобы зажигать звезды, это не как бы небольшая самоцель, это самоцель уже у самих участников, которые хотят стать артистами, профессиональными звездами или не хотят. Если они прикладывают к этому усилия, они обязательно ими становятся. И я могу привести очень много примеров за столько времени, что сколько у нас участники, вернее, все артисты, которые у нас были, большинство из них участвовали, даже Саман Татина у нас была, Амберстар, еще девочка, я помню, участвовала. Все. И Ольга, и Ольги Перекс тоже участвовала, значит, Диана, и Мария Наумова, ну, буквально всех веществляли, все у нас участвовали в разном возрасте, кто в каком конкурсе, кто в Амберстар, кто в Евро-Юрмале. Кстати, у нас очень интересный проект Евро-Юрмала в концертном зале Дзиндери, который будет в июне месяце с 18 по 20 июня. Мы планируем, что все-таки вживую будем проводить, и смешанные будут, и видео будут присылать, и будем проводить. Надеемся, что нам это удастся, и отпустят все-таки летом ограничения, и мы сможем это сделать. Ну, в конце концов, будем студийно тогда по одному снимать выступление. Но очень хотим провести этот конкурс, потому что это у нас самый крупный проект из всех, которых есть Евро-Юрмала. Он значительный, принимает участие очень много звезд, гала-концерт «Звезды и дети», очень много участников собиралось в разные годы, но вот, к сожалению, пока надеемся. Ну, а пока есть как есть. Мы беседуем с генеральным продюсером Центра «Импресс» Валентины Макаровой, и речь идет о втором международном песенном видеоконкурсе. Он состоится в прямом эфире в конце мая. «Talent Show Video Song Online Contest». Валентина, на опыте прошлого года и сейчас же заявки уже принимаются, вы обратили внимание, как, возможно, изменилась либо подача материала, либо тематика этих материалов в связи, конечно же, с ограничениями, в связи с пандемией? Как-то отразилось это вот на теме песен, например? «Ох, сижу ее в заперти, смотрю в окно». Ничего не изменилось, потому что у нас в положении о конкурсе много разных номинаций. То есть есть классический вокал, есть эстрадный, есть джаз и так далее. Поэтому, кто в каком направлении занимался, тот в этом направлении и готовится, и развивается. Я понимаю, нет, здесь речь идет скорее про тематику песен, что отражают ли они, знаете, вот сейчас «Аленка, Аленка, мы с тобой на удаленке» был какой-то такой хит, ну, то есть вот который отражают вот... Опять же, замечательная композиция, «Ребят из Деплса, а между нами карантин». Ну, вот о каких-то таких фишках, свойственных именно вот пандемийной ситуации. Нет, абсолютно. Никто не заявляет таких песен вообще. Все занимаются, ну, достаточно серьезно с педагогами, берут известные мировые шлягеры, очень красивые песни берут, где можно показать диапазон, голос, где у себя проявить в таких песнях, ну, напел, как бы спел две-три ноты, веселые песенки. Нет, такие не заявляют к нам. Вообще... хочу воспользоваться эфиром, да, сказать, чтобы подавались, смешили до пятого мая. Каким образом? Что нужно для этого сделать? Вот, что еще мы сходим. Что нужно? Нужно зайти на сайт и заполнить у нас заявку, прислать видео. Очень просто. Зайдем на сайт, Олег? Зайдем. Пишлем видео? Видео... Можно посмотреть... Да. Можно посмотреть все видео, как в прошлом году у нас происходило. То есть, можно зайти на сайт ingress.talentshow и увидеть, как обсуждали, какие были члены жили, как это все происходило. Насколько требования, вот требования к видео. Можно ли это делать, например, на простой телефон или это требует все-таки особой аппаратуры? Нет, разрешается любое видео. Можно и своим мобильным телефоном снять, можно, как говорю, снять и на улице, можно снять и в студии, можно и с концерта, если ты принимал в нем участие. А вот, кстати, я зашел на сайт, да, impresso.lv и здесь все есть. Описание, правила и заявка и контакты. Кому интересно, пожалуйста, будьте любезны пожаловать impresso.lv, вот это вот талент-шоу, видеосонг, онлайн-контест made 22-23. Возраст участников, насколько здесь диапазон? Возраст участников у нас, мы пишем, не ограничен. То есть, конкурс делится по возрастным номинациям. То есть, есть младшая группа, детская, есть средняя, есть юниоров, есть взрослая плюс 18. То есть, в каждой возрастной группе происходит конкурс. даже получается, что человек, который, может быть, ну, не профессионально, но он просто как любитель занимается музыкой, он может все-таки принять участие даже. Да, вот до 6 лет, 7-12, 13-17, 18 плюс и смешанное. И музыкальные категории, мировой хит, народный вокал, классический вокал, авторская песня, песня на языке своей страны и видеоклип. Вот такие конкурсные номинации. В видеоклипе вот насколько здесь нужно вложиться, насколько, ну, как оценивается, потому что видеоклип можно снять практически по цене фильма, если там будут и какие-то эффекты, и какие-то костюмы, декорации, и можно в то же время сделать, ну, самыми простыми кустарными способами. Что будет оцениваться, по каким критериям? Как, конечно, сложно, каждый, чем жюри, имеет свое мнение, но по большому счету, так как это конкурс творческий для детей и молодежи, то самое главное, конечно, это идея, как можно раскрыть эту идею, сколько творчества, сколько таких творческих находок, вот, ну, конечно, если сделал клип профессиональная, конечно, профессиональная, то есть профессиональная, конечно, будет смотреться интереснее, и продвигаться будет интереснее. Но здесь получается вопрос все-таки, опять-таки, денег, вот как будет оцениваться, например, если этот клип, ну, например, был заказан какой-то команде профессионалов, которые все поставили, придумали за участника, то есть, вот, что тогда получается, что победит, ну, участник, который смог, у которого больше денег, который смог нанять более креативную, талантливую команду для создания клипа. Или всё-таки будет оцениваться сама идея? Сама идея в основе, как мы сказали, потому что не оцениваем мы качество и там суперпрофессионализм видео. Идея. Возникает вопрос... На самом деле сейчас видеоклипы снимают, как мы обратили внимание, даже если это очень дорогие клипы, там тоже должна быть идея, не просто что-то там накручено, много артистов привлечено, много всего, там, бутафории и так далее. А очень важна эта идея, креативность. Ну вот, кстати, как упомянут вам и гости наши недавние, Саманта Тимна, с её последним клипом на песню, с которой она выступит на конкурсе Евровидения. Мы беседуем с продюсером, генеральным продюсером Центра импресс Валентиной Макаровой о конкурсе талантов, который в видеоформате уже второй год подряд пройдёт. Валентина, вопрос возникает. А судьи кто? Кто будет оценивать? Кто является членами жюри? Ну, сегодня я не могу вам назвать их. Мы заранее никогда не называем этих членов жюри, но у нас всегда компетентные, профессиональные люди и артисты профессиональные принимают участие. Вот. Ну, в прошлые годы вы, может быть, кто был? Прошлого года? Ну, Алекс Сильверс тоже у нас когда-то участвовал в конкурсе, вот он Латвию представлял. У нас было международное жюри из разных стран. Белоруссия была очень известный педагог. Значит, у нас Дана Соколова. Дана Соколова, вы знаете, да, наверное, у Тимати в проекте работает, Black Star. Так вот, она тоже у нас дебютировала в нашем конкурсе, в дебюте. Ну, а сейчас она известная достаточно в России певица. Ну, и так далее. Что потом будет происходить вот со всем этим собранным добром? Ведь это действительно такая большая копилка и клипов, и записей, и выступлений молодых, талантливых ребят. И, в принципе, то, что могло бы стать шоу для телевидения или, ну, вот отснятый там как материал. Вот где потом можно будет это все посмотреть, увидеть? Все можно будет посмотреть, ну, во-первых, на нашем сайте мы все выкладываем, во-вторых, мы все выложим в Ютубе, все эти материалы, весь этот конкурс и тоже на части порежем, чтобы отдельно можно было бы показать каждого участника. Ну, и в проекте я хочу создавать свой канал творческий и выставлять вот там всех-всех участников за все годы, архив поднимем, ну, и сейчас продолжать новое, все то, что будет появляться новое. А могут ли... Продвижение будет. Зрители, болельщики, могут ли принимать участие, как-то поддержать, проголосовать, будет ли какой-то, не знаю, конкурс зрительских симпатий? Ну, я имею в виду вот... Да, у нас... Да, мы это сделаем, мы еще пока не объявили, но мы сделаем этот конкурс зрительских голосований по количеству лайков. Специальный приз. Какой у нас сегодня замечательный, эксклюзивный, получается, эфир. Предыдущий гость дебютировал с сообщением общественности в нашем эфире. Валентина Макарова только что сказала, что никто об этом еще не знает, но в эфире радио «Болтком» уже это прозвучало. Но приятно! Да, спасибо большое, Валентина, мы тогда будем следить за вашим конкурсом внимательно. Обязательно. Так, до 5, я понимаю, да, еще числа, до 5 мая есть время для того, чтобы зарегистрироваться желающим принять участие. Присылать заявки, да, правильно? 5 мая? Ну, еще успеем. Хорошо, а с нами была Валентина Макарова, генеральный продюсер центра «Импресса», руководитель Международного конкурса талантов, который второй год подряд пройдет в видеоформате в 20-х числах мая. Спасибо большое, хорошего дня, до свидания. Ну, а нашу программу продолжит, я напомню, сначала программа «Без антракта». Олег Шапошников, руководитель театров «Даугов» пился, будет ее гостем. И программа «Прямая речь». Здесь гостями будут Борис Целевич, зампредседателя комиссии Сейма по правам человека, и Санислав Бука, член правления Балтийской международной академии. Ну, а Александр Шунин, Олег Пек, с вами прощаются. До новых встреч, до новых эфиров, хорошего, светлого, теплого, солнечного дня. Утро на Болткоме.